Некоторые и предберегают этим растениям, хотя это не так уж широко распространено. Вообще это растение, родина его по описанию Средиземноморья. Средиземноморье, но встречаются его заросли и в Алтайском крае, и в Сибири, и еще в некоторых местах. Растение очень уникальное с точки зрения того, что обладает большими целебными свойствами. Даже в своем названии в латинском Артемизия абратан, значит это дерево здоровья, полынь здоровья, как бы так переводится. Вообще у него очень много названий, там бодренник, полынь душистая, полынь лимонная, значит около 15 названий. Народные названия, значит названия и литературные названия, ну и наконец латинское название. Не случайно в основе латыни, в латинском наименовании кроется именно символ здоровья. Поэтому это дерево все-таки и рекомендуется для того, чтобы его выращивали. Значит на базе этого дерева можно лечить такие заболевания. Это и описано в литературе, как заболевание иммунной системы, именно укрепляет иммунную систему. Единственное, что надо 10-15 грамм, больше не надо в день принимать. Можно в салаты, можно там и так далее. Можно сушить, заготавливать. Сейчас вот все лето можно заготавливать практически. Кстати говоря, с точки зрения придания декоративности, его и желательно обрезать. То есть здесь двоякая роль. Одновременно передаешь декоративную форму, а с другой стороны отходы как бы используются для сушки так, как и укроп. Его, кстати говоря, еще и называют иногда укропное дерево. И ошибочно некоторые люди считают, что есть и полынь душистая, есть и укропное дерево. Это неправильно, поскольку, значит, укропное дерево это то же самое, это полынь душистая. Есть просто разновидности под виды. Такой аромат, такой аромат, такой аромат. Значит, укропное дерево, оно менее ароматное, чем, скажем, полынь душистая, как вот его классифицируют. Ну, это народная такая классификация. А так, на самом деле, это все полынь душистая. Значит, есть очень много рецептов. Мы издали буклет, книжечку такую издали, где собрали, значит, и именно исторические данные об этом дереве. Значит, собрали рецепты, подборку рецептов прямо подряд. Против опухолевый рецепт, против ожирения рецепт, против алкогольной зависимости рецепт. Да, ну и так далее, значит, для укрепления иммунной системы. Ну, там вообще, говорят, широкий спектр заболеваний, которые лечатся, начиная там от женских заболеваний и кончая там заболевания суставов и так далее.